Намасте! Когда мы занимаемся духовной практикой, нам необходимо понять глубину того процесса, который с нами происходит. И вообще, почему мы этот процесс выбираем? Почему закономерно мы его выбираем? Почему он нам необходим? Почему другие живые существа не выбирают процесс духовной реализации или духовного развития? Поэтому нам надо на духовном пути обучаться. Часто люди думают, что нет необходимости обучаться. Это новая информация, новые концепции. Особенно если мы знакомимся с адвотической теорией того, что все есть концепции, все концепции надо отбросить. И вот тогда обношится истинный ум. И вот пребывание в истинном уме даст нам экстаз, свободу, полноту переживания, реальности и счастья этой жизни. И все. И вот мы пытаемся отбросить все концепции. Но дело в том, что сам процесс требует от нас понимания, осмысления его, чтобы этот процесс происходил осознанно. Иначе это бессознательный процесс. Мы получаем какой-то опыт, но мы не понимаем, куда мы движемся. И мы не понимаем, как он протекает внутри нас. Что он может вызвать во внешних условиях нашей жизни. И тогда мы в замешательстве. Тогда в любой момент мы можем оставить духовную практику, потому что мы не понимаем, что с нами происходит. И духовный искатель может об этом сказать. Что когда-то у него наступает момент, когда он не понимает, что с ним происходит. Вот это непонимание – это недостаток знания. Обучение на духовном пути. Поэтому если кто-то говорит, что на духовном пути не надо обучаться, это очень наивно. Это по-детски. Это непонимание той глубины, непостижимости процесса, который с нами происходит. Ведь этот процесс задуман самим Богом-творцом. И Господь – это величайший разум во Вселенной. Если говорить в отношении разума. Самые гениальные идеи, которые существуют во Вселенной, они произошли от Господа. Его сверхразумное сознание способно формировать такие глобальные процессы бытия, которые непостижимы нашему человеческому мышлению. И пробуждение, пробуждение к своей истинной природе, к своей божественности – это тоже уникальный процесс, глубокий процесс. И если мы скажем, что на этом пути нам не надо ничего знать, надо все концепции отбросить, и вот тогда наступит наше пробуждение. Ну, возможно, оно наступит. Но не факт, что само наступление этого пробуждения сознания будет нами осознанно. Как бы это ни парадоксально не звучало. Сможем ли мы удержать это состояние сознания? Сможем ли мы в нем углубиться? И сможем ли мы интегрировать это сознание со всей реальностью, которая вокруг нас? Ведь она не исчезнет. Да, она исчезнет на уровне нашего восприятия. Но мы-то останемся как тело, как личность. Наша индивидуальность, наша прарабха-карма останется. И что с этим всем делать? Как его включить в этот непостижимый процесс осознания своей природы, своего единства и тождества с бытием? Для этого мы должны изучать этот процесс. Мы должны знакомиться с тем, что в процессе этого происходит с нами. Куда мы движемся, куда мы эволюционируем. Что мы собой представляем как инструмент Бога. Как инструмент Бога. Мы же не просто человек. Мы сознание. Мы осознающая душа. Мы бессмертная душа. Мы оболочки пять, которые формируются из различных уровней энергии бытия. И эти энергии связаны с различными аспектами бытия. То есть мы не просто человек и личность, которую мы осознаем. В процессе духовной практики мы постигаем такие глубины о самих себе, которых даже не знали, не ведали и не подозревали. Поэтому надо изучать. Вот сегодня мы поговорим о причине сансары. Все мы находимся в сансарном существовании. Надо глубоко для себя осмыслить, что такое сансарное существование. Потому что если мы просто скажем, да, я где-то это уже слышал, я с этим знаком, я это знаю, и все, и на этом захлопнем страницу. Это ни о чем. Это никак нам не поможет в жизни. Поэтому нам надо понять, что такое жизнь в сансарном существовании. Гуру в своих сансарном существовании говорит, что сансарное существование – это попадание незрелых душ в смысловые ловушки бытия. Что во Вселенной есть такие искривленные пространства смыслов, ценностей, в которые попадают души. Это целые миры, которые строятся по искаженным принципам во Вселенной. Что такое значит по искаженным принципам? В них истина не видна, неявна. Даже если мы знакомимся с духовным знанием, то это неявно для нас. Мы либо верим в это, либо не верим. Но наша вера не опирается ни на что. У нас нет опыта, у нас нет обнаружения явного этой истины. Допустим, мы бессмертная душа. У нас есть такое знание? Нет, у нас нет такого знания. Мы знаем, что мы умрем с этим физическим телом. Мы не знаем, что за гранью этой смерти будет происходить с нами. Мы не видим, каково наше продолжение за границу смерти. Может, мы верим, что мы останемся? Что с нами ничего не произойдет? Что просто отделится физическое тело? Но у нас нет реального опыта этого. А если у нас нет реального опыта, то это знание не подтверждено нашим личным внутренним переживанием. А следовательно, это пока интеллектуальное знание. Оно не является прямым нашим знанием. Следовательно, истина для нас не видна. Многое, о чем говорит духовный мир, для нас не видно. Не является нашим опытом. Поэтому, с одной стороны, это здорово, это хочется пережить, этим хочется быть, но у нас реально нет опыта. Нам надо много времени уделить практике для того, чтобы наработать этот опыт. И вот сансарное существование – это искажение смыслов, искажение реальности, такой, как она есть на самом деле. И на основе этих искаженных смыслов живые существа живут в сансарном существовании, не ведая, кто они такие на самом деле и к чему они должны стремиться, какова цель их существования во Вселенной, откуда они произошли. Настолько смыслы искажены, что даже этими вопросами мы не задаёмся. Многие люди думают о вечной жизни. Многие люди размышляют о том, откуда они пришли, кем они были до рождения. Они говорят, я родился у таких-то родителей-то когда-то, тогда-то, в таком-то году, в таком-то месяце, с такого-то числа. Но что родилось? Что было до этого? Неужели это появилось из ниоткудова? И вот оно проявилось, это сознание, эта личность сверхсложная, с различными отпечатками, предпочтениями и так далее, которые не нарабатывались в течение воспитания. Многие привычки откуда-то появляются внутри нас, и мы можем честно сказать себе, что они не являются продуктом нашего воспитания. Потому что в одной семье могут родиться дети, жить в одинаковых условиях, но совершенно быть разными характерами, с разными предпочтениями, взглядами на жизнь, ценностями и так далее. Откуда эта разница возникает? Значит, нечто предшествовало тому, когда мы родились, что-то было ещё до этого. Но мы не задумываемся над этим вопросом. Мы также не задумываемся, а что произойдёт после смерти. Для нас этот вопрос, как бы, неприемлемый к обсуждению. Потому что говорить о смерти не принято в нашем обществе. Но это факт, который проходим все мы, абсолютно все. Наши деды, прадеды, прабабушки, все проходили через этот мистический процесс. Но мы не задумываемся над ним. Мы не задумываемся, что каждый день мы приближаемся к этому мистическому процессу. И что-то начнёт происходить. Но мы даже не думаем, а что начнёт происходить. Куда мы исчезнем? Мы станем небытием? Либо мы во что-то превратимся? Но во что тогда? Мы не задаёмся этим вопросом. И многие вопросы для нас несущественны. И именно это определяет самсортное существование. Мы не задаёмся глубинными вопросами, фундаментальными вопросами мироздания. А поэтому мы не эволюционируем. Потому что здесь искривлённые смыслы, искривлённые понятия. И они не дают нам почвы для того, чтобы размышлять. Для того, чтобы правильно выстраивать свой смысловой вектор движения. Жизненный вектор, который нам необходим. И существуют причины сансарного существования. Первая причина – это овитие, неведение. Незнание своей истинной природы. Мы не знаем, кто мы есть на самом деле. Удивительно, но это так. Мы все проживаем жизнь, но мы не знаем, кто мы есть на самом деле. Мы тело, мы личность, мы чувства. Мы набор каких-то концепций, понятий в голове. Мы воспитание, мы культура, которая нам привита. Мы ещё что-то. Но мы не понимаем, что мы всем этим не являемся. Это всё всего лишь наслоение. А есть некое ядро. И что это за ядро? Что это такое? Мы с этим не разбираемся. Мы это прямо не переживаем. Мы это не осмысливаем. И мы проживаем жизнь. Не зная, кто мы на самом деле, мы проживаем жизнь. Как такое возможно? Но в таком парадоксе живёт большая часть человечества. И это и есть овитие. Незнание своей истинной природы. Незнание и совершенное непонимание, что необходимо. И этот первый вопрос фундаментально на него ответить. Следующий – асмита. Асмита – это злая забывчивость. Даже если на духовном пути мы получаем некий опыт, проблеск, понимание, кто мы есть на самом деле, нашей истинной природы, но мы почему-то забываем об этом. Мы снова выскакиваем в тот уровень осознавания, который нам более приемлемый и свойственный, который нам понятен. Почему такое происходит? Из-за того, что у нас нет внутреннего инструмента и нет глубокого намерения переживать свою истинную природу. Нет стимула, чтобы двигаться к своей истинной природе. Потому что мы не осознаем всю злобу сансарного существования, всю пагубность сансарного существования для души. Потому что мы незрелые души. Мы поэтому и попали в эту смысловую ловушку. Мы попали в это измерение, потому что мы были склонны к собственному забыванию своей истинной природы, забыванию своей бессмертной части души, к забыванию своей исконной свободы, к забыванию своему исконному блаженству, которое присуще нам по праву нашего рождения. Мы просто выскочили из этого тотального счастья, тотальной свободы, тотального света, осознавания, выскочили в измерение дуальности. И забыли. Забыли, смешались с различными энергиями, отождествились тем, чем мы не являемся, и затем начали проживать свое существование в этом отождествении. И вот это незрелось нашей души. И эта пагубность привела к тому, что мы попали в пространство искривленных смыслов, искривленных понятий. И теперь выбраться из этой ловушки очень трудно для души. Очень сложно. Но Господь не был бы столь величайшим, столь милосердным, если бы Он не создал возможность выхода из сансарного существования. Если бы Он не посылал свои эманации в эти смысловые ловушки для того, чтобы выводить души. Выводить, когда они накопят соответствующий опыт разочарования в сансарном существовании. Говорят, что на духовный путь мы приходим только тогда, когда наша душа разочаровывается в сансаре. То есть мы начинаем понимать, что мы гоняемся постоянно за какими-то удовольствиями, за какими-то плодами, но эти плоды что-то не дают нам. Мы что-то не ухватываем. Мы получаем, но это что-то сущностное нам не дает. Мы все равно переживаем внутреннее неудовлетворение. Мы как промахиваемся мимо сущностной цели. Мы это чувствуем внутри, интуитивно это чувствуем. И когда нами накоплен богатый опыт вот этого неудовлетворения, мы вдруг задумываемся, а зачем все это? Если я не нащупал вот той глубочайшей ценности, если я интуитивно чувствую, что моя жизнь имеет глубочайший смысл, но я этого смысла не обнаруживаю в каждом акте проживания своей жизни, если я внутренне, интуитивно чувствую свою ценность для этого мироздания, для этого существования, но моя жизнь не подтверждает мою ценность. Наоборот, каждый акт проживания жизни подтверждает мою бессмысленность. Я маленькое существо, ограниченное, обусловленное, ничего не могу изменить в этом мироздании. Все вокруг происходит помимо меня самого. Я даже не контролирую свою судьбу. Я даже не могу изменить свою собственную жизнь, так, как мне бы хотелось ее изменить. Тогда в чем ценность моего существования? Но где-то внутри нас накапливается родник интуитивного познания, который говорит, нет, все не так, все намного глубже, все намного ценнее. И вот когда приходит это внутреннее разочарование, неудовлетворенность, всем, что меня окружает, мы начинаем поиск. И мы приходим в духовный мир. Потому что только духовный мир готов ответить нам на эти вопросы. Вот злая забывчивость – это незрелость, незрелость нашей души. Неспособность проникнуть глубоко и распознать свою природу. Увидев ее, однажды распознать, что это и есть мы сами. Поэтому учителя многократно нам дают возможность почувствовать эту глубинную природу и указать нам на то, что это и есть ты сам. Стремись углубить свое понимание, стремись к глубине этого опыта. И он раскроет для тебя многие вещи. Потому что только из этого переживания ты увидишь мир таким, как он есть на самом деле. И ты увидишь себя таким, кем ты являешься на самом деле. Далее рага. Рага переводится как желание. То есть если мы не знаем своей природы, мы всегда устремлены вовне. Мы думаем, что нам необходимо что-то получать от этой жизни. Какой-то плод получать от внешней вселенной. Есть я, есть вселенная. Мы разделены с нею. Следовательно, мне надо что-то получить от этой вселенной. Появляется желание. Мы хотим восполнить свою неполноту, свою несамодостаточность. Мы не чувствуем внутренней целостности, потому что мы разделены со вселенной. Следовательно, у нас появляется движение, желание что-то приобрести, чтобы восполнить эту целостность, чтобы почувствовать эту целостность с бытием. И рага всегда устремлена вовне. Она всегда что-то хочет получить для этой индивидуальности, для этой личности. Но сама личность ложна по своей природе. Поэтому это тоже не ведет нас к удовольствию, ведет на пути ошибочного отдаления от своей собственной истинной природы. Рага, влечение, желание вызывает еще большее приятие отвержения, двойственность. Еще большее разделение двеша возникает. Мы больше и больше отделяемся от мироздания. Мы все больше и дальше уходим от своей истинной природы, потому что наша истинная природа, она едина с бытием. В бытие в нашем истинном распознавании есть энергии нашего сознания, которые вышли наружу, развернулись для того, чтобы нам дать опыт переживания самих себя, многообразия форм бытия, бесконечности его энергии. Тот безграничный потенциал, который присущ нашей истинной природе, он разворачивается. Разворачивается и дает нам возможность ощутить, пережить всю свою глобальность, свою внутреннюю глобальность, которая проявляется наружу. Соприкасаясь с этим внешними энергиями бытия, мы распознаем, что это все присуще нам, что это внутри нас, внутри нашего собственного сознания. Но мы не получаем такой опыт. Почему? Потому что мы пребываем в двеше, в разделенности, в двойственности, в дуальности. А дуальность всегда вызывает. Это мне нравится, это мне не нравится. К этому я стремлюсь, а это я как-то хочу от этого оградиться. Но если от чего-то мы ограждаемся, мы не распознаем какую-то часть самих себя. И, следовательно, мы не получаем от полноты знания о самих себе. И далее следующее Абхиньевеша. Абхиньевеша – это жажда. Жажда мирских рождений, материального рождения. То есть, когда мы есть как индивидуальность, и как индивидуальность проживаем опыт бытия. И опыт не даёт нам по полноты, не даёт удовлетворения. И, следовательно, у нас возникает новая жажда получать рождение, воплощаться и снова проживать, проживать этот опыт. И вот это бесконечное вращение круговорота бытия, в котором мы воплощаемся как индивидуальное сознание, накапливаем богатый опыт, но этот опыт ничего нам не даёт. Пока этот опыт становится для нас тем, что закрывает нас от распознания своего исконного божественного света. Этот опыт влечёт нас в получение нового опыта. Этот опыт облекает нас в различные шаблоны, в различные уровни ограниченного восприятия, в жажду получения нового опыта, новой устремлённости. И это бесконечно происходит с нами. Таким образом, вот эти пять причин, они являются причиной сенсорного существования. И нам надо поразмышлять над этими причинами, поразмыслив над ними глубоко, обнаружить их в потоке своего сознания, в потоке своей устремлённости и отказаться от них. Когда мы начнём отказываться от них, начнётся осознанный процесс нашей эволюции. Процесс нашего духовного развития должен проходить осознанно. Для этого нам необходимо знание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok